Мы начали наш маршрут к Бадукским озерам. Я вам расскажу потом позже, сколько вообще все это занимает маршрут этот дневной. Я расскажу вам, как мы начали, чем все это закончится. У нас, значит, на маршруте Костя, 3 года человеку, Ян, человеку 6 лет. Анастасия, возраст не указан. Ну и, собственно говоря, я. Меня вы знаете, я думаю, уже. Включил свои гармены, будем смотреть, сколько у нас чего получится. Так, и время у нас без 10.12 сейчас. Высота 1460 метров. После Архиза мы отправляемся в Дамбай. Маршрут недолгий. Около двух с половиной часов на автомобиле по горным дорогам. Сам путь этот потрясает и восхищает. Дорога петляет вдоль горных рек и проходит через самые невероятные пейзажи Карачаевой Черкесии. Наш маршрут лежит через Тибердинский государственный природный биосферный заповедник. Вот такое длинное название. И в этой первой части про Дамбай мы отправимся его исследовать. Нет, стоп. Здесь я сделаю замечание сам себе. Весь его мы не посмотрим. Здесь 110 тысяч гектар площади, 180 озер, 290 видов животных и 1200 видов растений. Но мы отправимся к группе горных озер, расположенных в верховьях реки Бадук. На маршруте, мне кажется, невозможно потеряться, потому что тропа достаточно так отчетливо видна. Видите, вот такие везде метки. По меткам спокойно ориентируешься, даже дети у меня ориентируются. И много поваленных деревьев. Видите, раз, два. Здесь пилено, чтобы не мешались. Но идти приходится подниматься как по лестнице, по корням и камням. Это самое начало пути. Но есть здесь и лавочки. Вот такие деревянные. Очень красиво. Очень красиво. Этот маршрут ведет к Бадукским озерам, самым известным озерам заповедника. Он займет у вас 6 часов, чтобы дойти и вернуться. Сам маршрут не тяжелый и подойдет неподготовленному туристу. Рапортирую. У меня прошел час. Я, значит, прошел 1300 метров. И у меня показывает Garmin 1500 высота. То есть поднялся всего ничего. Но на самом деле мне кажется, что часы мои высотомер врет, потому что я вижу речку уже так существенно внизу. То есть я думаю, что я поднялся выше, но часы меряют какую-то высоту. Нигде я нахожусь, а вот что-то между. Я уже переодел шорты. Одни шорты поменял на свои веселенькие шорты. Мне очень жарко. То есть я поднимаюсь, люди идут в некоторых спортивных костюмах. Я не знаю, как они это делают. Я бы все себя снял бы и шел бы просто тут голышом. Иду до озер. Там шезлонги, конечно. Мохито. Я лягу там на шезлонги себе на озере горном. И буду подтягивать мохито. Вот такой у меня план. Самотропа к озерам ведет через хвойный лес. И где-то через 1 километр от старта выходит к реке. Когда будете подниматься к озерам по тропе, а вы будете подниматься. Перепад высот составит 600 метров. Субтитры сделал DimaTorzok Через 1800 метров нас ждет еще один мост, уже не под весной. И тут мы переходим через речку и уже идем по другой стороне. Небольшой привальчик с лавочками. Ребята сидят. Там кто перекусывает, кто отдыхает. Я вышел из леса на каменную долину. Судя по всему, что поменялось у меня тут природа. Скоро меня что-то ждет интересное. 3 километра я прошел. 3 километра 40 метров. 2 часа. И сейчас скажу вам, 2 часа и высота 1843. Поднялся я на 519 метров. 3 километра 100 метров я прошел. 1855 метров высота. И поднялся на 540 метров. Здесь находится первое озеро. Конечно же, я искупался. Кстати, немного людей купается. Всего купался я. Еще одна девушка. Это вот кого я видел. Представьте, что некогда здешние ущелья Хаджибей и Бадук были заселены аланскими племенами. Было это в 5-8 веках. И озер здесь тогда не было. Сейчас же здесь более полутора сотен озер. И большинство из них находится на высоте выше 2000 метров. Озера здесь образуются на месте недавно растаявших или вблизи существующих ледников. Так, в принципе, возникает большинство современных озер. При температуре воздуха в 20 градусов температура воды около 7. Если вам захочется здесь порыбачить, то удочку брать не стоит. Рыб ни в одном из озер нет. Несколько насущных вопросов, которые могут у вас возникнуть, если вы только собираетесь приехать и посмотреть, допустим, озера. В чем идти? Ребята, вот посмотрите на меня, в чем я иду. Да? То есть это кроссовки спортивные, беговые. Что-то там сверхъестественное не надо. Я видел даже ребят, девочек, которые в шлепках шли. Как бы, come on guys, но можно и в шлепках, понимаете? Если не торопиться, не хардкорить, в принципе, тропа под силу всем. Я видел как бы и с ребятами, и с детьми. Я своих оставил внизу, потому что у меня одному три года, ему еще тяжеловато. А вот в принципе, если 5-6 лет, дети могут пройти этот маршрут. Обязательно с собой берите воду. Ну, как бы многие набирают из озер прям. Вода шлепниковая. Что касается комаров и всякой вот этой нечисти летающей. Ребята, не пшикался ничем. Никаких аэрозолей, спреев не брал. Никто меня не покусал. Все абсолютно нормально. В Архизе, кстати, позавчера тоже. Пошел я, ничего не брал. Никаких аэрозолей. Субтитры сделал DimaTorzok. само место конечно нереально я сюда приехал именно радиолокации здесь гостиница находится прям в долине течет рядом речка и со всех сторон нас окружают горы красота просто нереально со всех сторон со всех сторон горы мы сейчас где остаемся остаемся за ту же стоимость что и оставались в архизе откровенно в архизе было круче лучше то есть много всяких мелочей которые продуманы здесь прям большое количество таких недоработок платим мы те же 14000 за два дня то есть ну семерка ночь но при этом вот наш номер он очень небольшой но как бы есть одна большая кровать и другая раскладывающийся и вот для ребенка мы еще попросили здесь нет кондиционера то есть ну такие мелочи да казалось бы но кондиционера нет и душно то есть прям спать душно одно окно которое непонятно как открывается потолок фанера фанера прикручена на саморезы то есть ну как бы тоже все очень просто сделано тут еще такие мелочи которые я считаю что должны быть исправлены к примеру приезжаем в гостиницу заселяемся с 9 часов мы спрашиваем можно ли покушать да можно есть ресторан до сколько работает ресторан до 10 мы приходим в ресторан сразу же загадываем вещи в 9 20 мы в ресторане а нам говорят извините кухня закрылась почему как бы сразу не предупредить про это на завтраке то же самое жена подписывает бумаги там написано что завтраки до 10 30 в 10 утра уже половины нет и ничего не доставляется сделать это до 10 люди будут знать и все а если вы говорите десяти тридцати то тогда как как-то должны пополняться то там ну грубо говоря блины в 10 часов уже все блинов нет без 10 10 блинов нет кофе кофе только растворимый но как бы я много где был и приблизительно в одном ценовом диапазоне 7000 за ночь но уже как-то как бы надо делать кофе уже такой растворимый кофе до должен быть нормальный хороший кофе люди встают люди приходят в ресторан приходят на завтраке большинство из них пьет кофе и привыкли к качественному они растворимому из банки в ложечках насыпать как бы тоже такой момент здесь чувствуется неряшливость какая-то то есть там 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 ну да если у вас идет ремонт если вы что-то делаете если вы доделываете да ну хотя бы убирайте мусор а то все под дом где-то напихано тут напихано тут в центре двора то есть вроде территория классно красиво ты гуляешь по территории у тебя тут металлические трубы валяются тут еще что-то валяется тут еще что-то территория большая но уберите это забегайте Мы поднялись на первую смотровую, высота 2277 метров, а еще нас ждут две канатные дороги и уже открытые. Первая закрытая, а две другие открытые. И параллельно это новые канатные дороги, а параллельно идут старые. Поэтому кто хочет, может попробовать прокатиться на старой со скрипом. Я думал, что мелкому будет, самому мелкому будет страшно. Но нет. Он рад, доволен. Классно, говорит ему. И вот так мы летим. Тут справа, вот даже за мной получается, это Белолакая. И дальше идут пики. Мне назвали их названия, но они сложно запоминаются. Белолакая это самая известная гора Дамбая. Она, знаете, еще чем известна? Тем, что у нее есть брат-близнец в Европе, в Швейцарии. Шоколадку Таблерон, знаете? Вот на Таблероне изображен пик, это Маттернхорн. Если вы посмотрите, есть кадры, где Белолакая рядом изображена с Маттернхорном. Эти горы очень похожи, но только Маттернхорн на тысячу метров выше. Поднялись на вторую точку. У меня показывают гармены 2809 метров. И здесь уже на второй точке можно походить по снегу. Ледником это сложно назвать, потому что он мягкий, этот снег. Но вот видите, сейчас получается 31 июля, завтра у нас август. И здесь лежит снег. Одно из знаковых мест здесь, куда ходят, которые посещают, ради которого приезжают сюда туристы. Это Турье озеро. Турье, потому что туда приходят туры. И там их реально можно даже покормить или как-то приманить. Говорят, что их приманивают солью, потому что в их организме не хватает соли. Но сейчас туда проход закрыт, потому что там лежит ледник, который может сойти в любой момент. И поэтому закрыли его, чтобы не было никаких несчастных случаев. Мы сели на третью канатку и едем еще выше. Маст-ду всех путешественников, отправившихся на Дамбай, посещение горы Муса-Читара. С ее хребта открывается потрясающий вид на впадины Тиберда и Ганачхирская. Здесь на склоне есть один необычный объект, который привлекает внимание всех туристов. Это символ Дамбая, который присутствует на многих открытках и буклетах. И скорее всего вы его видели. Гостиница Тарелка. Выполненная в виде корабля инопланетян и расположившаяся здесь на высоте 2250 метров над уровнем моря. Я был удивлен, когда узнал, что появилась она здесь в 1970 году. И это был подарок курорту, сделанный президентом Финляндии Урха Кекененом. Тарелка вмещала до 8 гостей, а стоимость за номер составляла 12 тысяч рублей. Здесь наверху вы можете найти высокогорных торговцев. Они предлагают изделия из шерсти, шкуры, горный мед, керамические изделия ручной работы и разные сувениры. По ценнику 3 подъемника вышли нам 4600. Ребенок до 3 лет бесплатно идет. То есть это вот на нас троих 4600. Забавно, что вверху ставят эти I love Dunbar или еще что-нибудь. Стоят предприниматели местные и фоткают за 100 рублей. То есть фоткаться I love Dunbar 100 рубликов. Это если на ваш фотоаппарат. На ваш фотоаппарат фоткают за 100. На их фотоаппарат за 250. А сейчас есть тут одно озеро. Называется Туманлы-Кёль. И сюда, оказывается, можно проехать на машине. Есть даже дорога. Даешь на пропускном пункте 200 рублей с человека и едешь себе свободненько. И вот мы сейчас должны подъехать к этому озеру. И от самого Дамбая, ребята, всего 25 минут на машине. Вот такая крутая тень. Ну вот сюда можно на машинах. И здесь сразу же уже и шашлычок, и купаются. Хотя написано, знаки стоят, купание запрещено. Накупаются все. Шашлычок, арбузики там полоскают в озере. То есть душевненько можно посидеть. Вот маленький. Шашлычок, арбузики, 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 арбузики. Мы выезжаем из Дамбая и едем сейчас в Пятигорск. Поэтому, если вам интересно узнать еще о Пятигорске, Минводах, Кисловодске, то не забывайте подписываться. И следующий выпуск как раз будет про эти места. Значит, что хотелось бы сказать про Дамбай. Такие вот выводы сделать. Дамбай, он такой очень колоритный. Дамбай, это деревня, это не назовешь. Это как бы горный курорт. Но это именно горный курорт. По атмосфере можно чем-то сравнить. Вы знаете, по Черному морю. Когда едешь, проезжаешь эти всякие деревушки небольшие. Там здесь сдается квартира. Здесь у тебя там чурчхела продается. Здесь у тебя там чебуреки, горячая кукуруза. Вот это Дамбай. Я, честно говоря, не ожидал, что такое будет. Но, знаете, вот такой хаос какой-то вот горный. Прикольно. Горный прикольный хаос. Где у тебя, здесь у тебя стоянка. Здесь у тебя там гаражи. Здесь у тебя ресторан. Здесь у тебя над рестораном гостиница. Все вот это, это все. Все Дамбай. Архиз, конечно, там уже качество сервиса и уровень, он повыше. Если кто хочет, как бы прям эконом-вариант, эконом-эконом, да, можно и там, и там отдохнуть. Приезжаете в Архиз, там также сдаются и комнаты, есть и хостелы. Это все есть, да, но чуть пониже. Это не прям на курорте. В Дамбай то же самое. Это во полным-полном. Если вы хотите прям качество, quality, сервис, уровень, еда там от мишленовских поваров, то это, конечно, вам варх экскурсий здесь, в Дамбай. Вот пример, пример вам. Не все экскурсии надо брать, потому что многие экскурсии вы сможете сами пройти. Без этих экскурсоводов, не переплачивая деньги. Вот пример, с нами на подъемниках спускались ребята, они взяли экскурсию на подъемнике, там наверх. Их просто из отеля довезли до подъемника, взяли им билеты, и они сами уже поехали. Сами уже поехали наверх, и сами спускались потом вниз. Они переплатили за это деньги. А из их отеля пешком, пешком идти до подъемников меньше 15 минут. Понимаете, да? То есть вам могут продавать экскурсии по факту, которые вы просто, вам просто надо взять билеты. И все. Что касается озер, в принципе, то же самое. На озера маршрут вы можете пройти самостоятельно. То есть там трасса абсолютно читаемая. Из Дамбая проще взять такси, там ехать всего ничего. Вы просто доезжаете до точки, там парковка вас высаживает, и вы идете. Договаривайтесь с таксистом, чтобы вас забрали. Экскурсии, как правило, это все будет значительно дороже. Вы просто переплатите деньги. Субтитры создавал DimaTorzok